Которые, конечно, наделены какими-то физическими данными просто от Бога. Поэтому обладать мощной подачей в современном волейболе, это, конечно, очень важно для любого игрока. Потому что сейчас можно, естественно, и сейчас можно, и раньше можно было. Сейчас, скажем так, уже необходимо уметь выигрывать очки в нужный момент с подачи. Тем временем счет подровнялся. 18-19 с пользой нашей командой все еще на подачи итальянцы. И замена, по-моему, у наших. Смотрим, кто ушел. Ушел Корнеев. Ушел Корнеев. А вместо него мы пока не видим, кто вышел. Вместо него вышел Алексей Бавдуй, судя по всему. Да, да, да. Во-первых, потому что больше выйти некому особенно. Ну и во-вторых, потому что мы просто видим его номер на майке. Да, он вышел как бы стабилизировать прием. Он сейчас на задней линии, что там у него с рукой, с пальцем, палец с замотом. Ну, почти все замотаны. Он, значит, уже более-менее восстановился. Ну да, вряд ли Владимир Олег стал бы бросать, как говорится, под танки не до конца восстановленного игрока. Это грозит как бы повторным получением еще более серьезным травмам. Поэтому наверняка он уже готов выходить. И тренер начинает его потихонечку подпускать к основному составу. Ну, сегодня то же самое сегодня было в матче Динамо с Жихострой. Весь матч провел Бережко. Хотя, что-то как Динамовцы выиграли 1С25-13. Ушли в запас Данте, Полтавский, Волков. То есть, уже доигрывали наполовину резервисты. Ну, нередко выдается возможность тренерам, конечно, использовать своих запасных игроков в матчах Лиги Чемпионов. И то, что сегодня Динамо. Ну, вот на группе, да, на боковой стадии, в общем, тем больше группа у москвичей попалась так. Не особо сложная. А вообще, Динамо, что мужскому Динамо повезло с подгруппой в Лиге Чемпионов, что женскому Динамо повезло с подгруппой в Лиге Чемпионов. При этом не умаляя мощи, как бы, серьезности обоих клубов. Тем не менее, группы у них, скажем так, проходные. Опа! Достанет? Достал Владислав Баевичев. Очень сложный мяч. Ну! Там, по-моему, ребята засмотрелись на то, как он сносил эти рекламные щиты. Обидно, да. Сравнялся при этом счет у нас. Мы убежали вперед на отметке 12. Увели даже 3 очка. И вот не додержали до конца партии. Это преимущество. Таймал Талекна. Ну, в игре таких соперников там большого отрыва ждать не приходится. В одну или в другую сторону будет корректироваться счет. Я не думаю, что будет в какой-либо партии большой отрыв одной из команд. Поэтому я думаю, что нас будет унижать, конечно, интересная борьба. Именно вот. Постоянный равный счет. Постоянные качели, как говорят, влюболисты туда-сюда. Ну, на самом деле, я вот то же самое думал и про матч Заречи с Перуджей, который как раз работал. И вот эта разница плюс 10 в пользу Одинцова в первом сете. Потом, сколько они проиграли-то там в третьей партии. Да, матч был потрясающим в том плане, что команда Заречи, она, конечно, укомплектована очень серьезными игроками. Но порой эти игроки делают настолько смешные ошибки, что, ну, даже не знаю, что в этот момент сказать. У меня сегодня было любимое слово во время моей трансляции обидное. Обидное. Потому что, ну, действительно, просто нелепые ошибки, когда мяч просто падает между игроками. И то мы не можем обижать, один игрок не может обижать второго игрока, то не могут разобраться, то еще что-то. То мы проигрываем сет с разницей в 10 очков, то начинаем какую-то блестящую концовку на блоке в водоем и догоняем в самый нужный момент соперника. Абсолютно нет никакой стабильности. Не знаешь, что ждать в данный момент от этой команды, какой игры. Она как может проиграть любому сопернику, так и выиграть у любого соперника. А это самое, наверное, неприятное. Потому что классные команды, классные игроки, они должны держать тот определенный средний уровень, ниже которого, в принципе, опускаться нельзя. Пока у Заречи, к сожалению, она не держит этот уровень. Ну, а Перуджа, ну, какой у нее теперь уровень, тоже непонятно. Они проиграли нам сет, тоже с разницей в 10. А концовку вытащили. Абсолютно, абсолютно. То же самое, наверное, и про Перуджу, можно сказать. Однозначно, однозначно. И именно поэтому она во внутреннем чемпионате занимает сейчас пока что лишь 11 место. И опять пытается найти свою игру с новым тренером, с новыми игроками. Мы помним, да, что только три человека осталось из старого состава, а все остальные новые игроки, которым надо сыграться, почувствовать друг друга. Великие клубы, великие победы, они не делаются вот так просто. Взяли, укомплектовали, привезли хороших игроков и все выиграли. И так не бывает. Коллектив должен вариться в своем соку, притираться. И, естественно, есть даже определенная статистика психологическая. Психологи проводили исследования, что в течение, скажем так, трансферного периода нельзя менять в клубных видах спорта более, скажем так, трех основных игроков. Ну а в волейболе, я бы сказал, даже больше двух. То есть костяк команды всегда должен сохраняться. Его можно доукомплектовывать там точной какой-то селекцией на определенной позиции. Но когда остается три человека, а девять приходят, это, конечно, совершенно новая команда, которая неизвестно, как себя покажет. Ну а Клейтон Стэнли тем временем зарабатывает сетбол. Хорошо наш после перерыва проводит концовку. Ну мы уже с вами говорили, что в прошлом году встречались эти команды между собой в Лиге Чемпионов. Наш клуб одержал победу. Надеемся, что сегодня наши волейболисты очередной раз подтвердят свою силу. И Богомола ставит точку в этом сете. 25-22. Хорошее начало. Вообще, конечно, такую серию выдавали российские клубы. 12 побед подряд, вот с учетом двух динамовских, вчерашней и сегодняшней. И вдруг две осечки, Заречья дома, Искра в гостях. Даже как-то... Ну вы сегодня, Алексей, совершенно правильно сказали перед нашей встречей, что сегодня не день Одинцова. Да, сегодня оба клуба, и женский и мужской, потерпели поражение. Заречья проиграла 2-3. Перуджи, противостояние с Перуджи. И, соответственно, Искра проиграла польской Скре. За счетом 0-3 у них в гостях. Кстати, Скра – это вот аббревиатура или это то же самое, что и наша Искра? Просто что ты там играл и представляешь. Скра – это аббревиатура. Главным спонсором клуба является Белхатовская электростанция. Как говорят у поляки, электровня. А, ну то есть все равно как-то связано с энергетикой и с электричеством. Однозначно, да. Нас водили на экскурсию на этот завод. Смотрели, собственно говоря, как там все это происходит, как люди работают. Там очень тесное такое общение. Вот именно, что там постоянно какие-то там у нас встречи происходили с рабочими, там какие-то акции мы устраивали там и так далее. Ну, в общем, мы не забываем о том, что помимо там спортивных составляющих, любой как бы спортивный клуб, спортивное зрелище, ее несет на себе как бы еще такую общественную нагрузку. Естественно, это нормально. Ну, Польша вообще какая-то уникальная страна вот по той любви вообще к спорту, в которой поляки просто болеют. Не только волейбол, но и вообще, почему какие-то совершенно такие неожиданные виды спорта. Мне когда-то было несколько лет, когда мы показывались педвей, и это тоже совершенно сумасшедшие болельщики, там и команды, и фанаты, и так далее, и так далее. И вот у них все просто вот до какого-то фанатского уровня. Ну, аж волейбол, когда там они на автобусах готовы приехать, чуть ли не в Японию поддерживать своих, Совершенно верно. Ну, достаточно небольшая страна, достаточно как бы, может быть, не знаю, это уже моя такая, скажем, догадки, может быть, не так много, чем есть гордиться, какими достижениями, и поэтому все вот эмоции люди выплескивают, наверное, на своих спортивных кумиров, на свои спортивные клубы. Ну, поддержка на самом деле очень добрая. Именно вот что доброе, по-доброму, потому что мы знаем, что чем отличается хороший болельщик от плохого болельщика. Вот хороший болельщик поддерживает свою команду всегда, потому что он именно болельщик, он болеет за нее, переживает, он понимает, что есть тяжелые периоды, есть удачные периоды, черная полоса, белая полоса, успех, неудача, все вместе, всегда вместе. Ну, и, соответственно, есть тот тип болельщиков, когда все хорошо, очень рад, пытается себя ассоциировать с своим коллективом любимым. Ну, и, соответственно, когда что-то не клеится, начинает указывать, скажем так, на недостатки отдельных игроков, тренеров, организации и так далее и тому подобное. Это, конечно, недопустимый, мне кажется, подход, потому что не надо быть слишком серьезным.